Собрать небольшую картину из пазлов 13-летняя Алина Облекимова может буквально на глазах. Для этого ей достаточно нескольких минут. Вот только рассказать отцу о своей маленькой победе девочке довольно сложно. Единственное, что у Алини по силам, это с большим трудом повторять выученные слова. У девочки атипичный аутизм. Сенсорная аллалия. Это серьезные психиатрические заболевания. Из-за нарушения развития головного мозга дети с таким диагнозом произносят лишь различные звуки и неразборчивые обрывки фраз. Дважды в неделю девочка ходит в специализированную школу. Она уже в седьмом классе. Алина очень любит рисовать и хорошо подбирает цвета. Папа Алины не теряет надежды и занимается с дочкой каждый день. Вместе с ней учит слова и цифры. Десять. Одиннадцать. А еще Алина настоящая папина помощница. Девочка может сделать себе чай и сама следит за порядком в комнате. Как говорит глава семейства Сирана Млекимов, проблемы с развитием у дочери возникли из-за халатности врачей во время родов. Правда, проявился недуг только когда Алине было около трех лет. И с этого времени борьба за ребенка стала главной целью для родителей. Они обращались к разным врачам, искали хороших специалистов в разных городах. Мы всегда только молимся за нее. Все желания, естественно, только чтобы Алиночка встала на ноги. И молитвы были услышаны. Год назад девочка стала проходить курсовое лечение в Московском институте технологий. Оплатить его помог РУСФОНД. После прохождения трех курсов состояние ребенка заметно улучшилось. Улучшилось повторение слов, понимание обращенной речи, ведет короткий диалог, четко отвечает на вопросы, улучшилось внимание, логическое мышление. Чтобы закрепить полученный результат, Алине нужно продолжить лечение. Его стоимость – 199 тысяч 920 рублей. Уже собрано 44 тысячи 150 рублей. Не хватает еще 155 тысяч 770 рублей. У семьи Обликимовых таких денег нет. Помочь Алине Обликимовой просто. Для этого нужно отправить смс-сообщение со словом «Дети» на короткий номер 5542. Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Перевести пожертвования можно и другими способами. Все они есть на сайте РУСФОНДА. А владельцы айфонов и телефонов на платформе Андроид могут перевести пожертвования через мобильное приложение. Виктория Тальберг, Александр Рыбин, Владимир Казанцев. Вести. Крым.